История советской музыки создавалась на пятом этаже гостиницы «Европейская» в буфете. Это был самый музыкальный буфет в мире. Филармония находится прямо напротив, через улицу. А музыканты неукоснительно забегали в этот буфет до репетиции, после репетиции, а иногда и вместо репетиции, для большей беглости пальцев и бодрости духа. А также после концерта, перед концертом и просто так, по привычке. И свои, и заезжие. Это было почти как ритуал. Любая буфетчица с крыши знала о музыкантской жизни города больше, чем директор Ленфилармонии или секретарь Союза композиторов. Музыкантов здесь знали, уважали и прощали им многие артистические выкатки. Творческие натуры. Слава города. Здесь не спрашивали, что надо посетителям. Их считали по головам и наливали по 100 коньяку, если до работы. А если после, то по 150. А 100 грамм коньяка стоили в те времена рубль. А поскольку Ленинград был городом более филармоноцентрическим, нежели театроцентрическим, в отличие от Москвы, что давно отмечено, и именно в филармонии собирался свет и происходил бомоон, то все обсуждаемые там истории автоматически становились достоянием Невского и входили в перечень тем, рекомендуемых к беседе меж людьми образованными и не чуждыми искусств. А герой социалистического труда и лауреат, да черта всяких премий, Арам Ильич Качтурян, личный большой друг Моровинского, Рождественского и прочих, был там, на улице Бродского, угол Невского, стойка бара от лифта направо, гостем постоянным и музыкальному Ленинграду вполне родным. Он был человек знаменитый, гость желанный, широкая душа, кавказской общительной щедрости, в доску свой от Москвы и Ленинграда до родной Армении, не говоря уж о Франциях, Испаниях, из которых просто не вылезал. Вот в Испании как-то на гастролях, проходивших с огромным успехом, испанцы вообще народ музыкальный, а музыку темпераментную, огневую, ценить умеют в особенности, его устроители и спрашивают, что бы он хотел еще увидеть или получить в Испании. Они будут рады сделать великому и замечательному композитору приятное, услужить, одарить, устроить, расстелиться под ноги, не ударить в грязь лицом и прочие цветастые латинские изъявления. Хачатурян, в свою очередь, был в быту человек скромный, достойно несущий свое величие и славу. Принимали его по высшему разряду, и желать он мог только птичьего молока. Но молока он не употреблял, любимым его напитком был напротив коньяка Рарат, поэтому он развел руками, поблагодарил хозяев, подумал и в порядке ответной любезности на комплименты своему несравненному гению отвечал, что Испания, в которой он имеет честь выступать, является родиной величайшего художника XX века, Сальвадора Дали, лидера и славы мировой живописи и его кумира. И никаких таких желаний у него, восхищенного баснословным испанским гостеприимством, нету и быть не может. Вот разве только он был бы рад встретиться и познакомиться с мэтром Сальвадором Дали, дабы лично засвидетельствовать ему свое глубочайшее почтение и даже попросить автограф на альбом с репродукциями. При этом заявлением у строителей слегка меняются в лице, переступают с ноги на ногу, потому что Дали славился непредсказуемой эксцентричностью и просьба это вовсе не факт, что выполнима. Более всего она невыполнима по той простой причине, что Дали живет в Америке, в Испанию он изредка наезжает. Но все устроилось со сказочной быстротой и пугающей легкостью. Заокеанский Дали благосклонно выслушал по телефону пожелание встречи и ответил, что он поклонник великого композитора и почтет за счастье принять его в своем скромном испанском жилище в любое время, какие разговоры. Ради этого счастья он бросит все дела, которых у него в сущности и нет. Кому он нужен, бедный старый художник? И сейчас же едет в аэропорт и садится в самолет. Скажем, завтра. Допустим, в 2 часа дня. Если это устроит кунгениального композитора Хачатуряна, то он, скромный малевальщик, Дали, безвестный неудачник, будет весь остаток своих дней счастлив, совершенно счастлив, что его ничтожная особа может представлять какой-то интерес для такого гиганта и светила мировой музыки. И потрясенный до потери пульса импресарио передает это приглашение Хачатуряну с испанским тактом, давая понять, что слава Хачатуряна превзошла уже вовсе все немыслимые и немыслимые пределы, если сам мэтр Дали, который способен послать куда подальше любого президента, просто так, под настроение и для скандальной саморекламы, так высоко ценит Хачатуряна. И на завтра. Без трех минут два лимузин правительственного класса привозит Хачатуряна с импресарио, секретарем и переводчицей к воротам белокаменного мавританского замка Дали с башенками, шпилями, зубцами и флажками. Привратник и охранник в ослепительных ливреях распахивают ворота и сообщают, что хозяин уже ждет его пожелания провести встречу на интимном, семейном, можно сказать, уровне. Поэтому переводчик не нужен, ведь у мансеньора Дали жена тоже русская, и машина тоже не нужна, потому что мансеньор Дали распорядился отвезти гостя после встречи обратно на своей машине. Который тут из вас, сеньор Хачатурян? Сделайте честь, сеньор, проходите. Нет, нет, остальных принимать не приказано. Остальные пожимают плечами и не удивляются, потому что это вполне в духе Дали. Они пожимают Хачатуряну руку, желают хорошо провести время, передают приветы своему великому земляку и уезжают. А Хачатуряна сопровождают по мраморной аллее в замок. На крыльце ему отвешивают поклон, уже просто какой-то церемониймейстер королевского двора, и Хачатурян начинает сомневаться, правильно ли он одет, может быть, уместнее было бы явиться в смокинге, но его же об этом не предупреждали, да и время дневное, встречи неофициальные. Да он и сам, в конце концов, великий человек, че там. Церемониймейстер приглашает его в роскошный приемный зал. Белая лепка, наборный паркет, зеркала предлагает садиться и вещает по-испански, что мансеньор Дали сейчас выйдет вот из этой двери. В этот самый миг старинные часы на стене бьют два удара. Церемониймейстер кланяется и исчезает, закрыв за собой двери, и Хачатурян остается в зале один. Он сидит на каком-то роскошном, злототканом диване, не иначе из гарнитуры Флуи XV. Перед ним мозаичный столик, и на этом столике изящно расположены армянские коньяки, испанские вина, фрукты и сигары. А в другом углу зала большая, золотая клетка, и там ходит и распускает радужный хвост павлин. Проходит минута и другая, зная, что пунктуальность в Испании не принято ни на каком уровне, Хачатурян оживленно осматривается по сторонам, приглаживает волосы, поправляет галстук. Очевидно, жена Дали, Гала, тоже будет, раз не требуется переводчик. Он заготавливает вступительные фразы и оттачивает тонкие комплименты. В 10 минут третьего он полагает, что, в общем, с секунды на секунду Дали уже зайдет и прислушивается к шагам. В четверть третьего садится поудобнее и выбирает сигару из ящичка, выпускает дым и закидывает ногу на ногу. В 20 минут третьего он начинает слегка раздражаться. Да какого лешего в самом деле? Сам же назначил на 2 часа. Наливает себе рюмку коньяка и выпивает. В половине третьего он наливает еще рюмку коньяка и запивает ее бокалом вина. Щиплет виноград. На лицо все-таки нарушение этикета. Хамствос? Что он, мальчик? Он встает, расстегивает пиджак, растягивает узел галстука, сует руки в карманы и начинает расхаживать по залу. С павлином переглядывается. Дурная птица орет, как и шаг. А часы исправно отзванивают четверти и в три четверти третьего Качатуряну эта встреча окончательно перестает нравиться. Он трогает ручку двери, из которой должен выйти Дали. Может, церемонимейстер зал и перепутал. Но дверь заперта. И Качатурян решает, ждет до трех и уходит. К черту, что же это за безобразие? Это же уже унижение. Ровно в три он нервно плюет на сигарный окурок, хлопает на псашок рюмочку Ахтамара и твердо ступает к двери. Но оказывается, что эта дверь, в которую он входил, тоже не хочет открываться. Качатурян удивляется, крутит ручку, пожимает плечами. Он пробует по очереди все двери в этом дворцовом покое, и все они заперты. Он в растерянности и злобе дергает, толкает, закрыли. Тогда он для улучшения умственной деятельности осаживает еще коньячку, ругается вслух, плюет павлину на хвост, сдирает галстук и запихивает в карман. Он ищет звонок или телефон, позвонить коммердинеру или кому там. Никаких признаков сигнализации. Может, с Дали что-нибудь случилось? Может, он не прилетел? Но ведь пригласили, уверили в сумасшествие. А жрать уже, между прочим, охота. Он человек утробистый, эти удовольствия насчет пожрать любит. И время обеденное, причем он специально заранее не ел, чтобы оставить место для обеда с Дали. По всему обед-то должен быть, нет? Присаживается обратно к столику, выбирает грушу, поспелее, апельсином закапывает рубашку, налегает на коньяк и звереет, настраивается на агрессивный лад. И в половине четвертого начинает ощущать некоторую потребность. Вино, понимаете, коньяк, фрукты. В туалет надо бы на выйти, а раму и лечу. А двери заперты. Никакие этикеты и правила хорошего тона уже неуместны. Он стучит во все двери. Сначала застенчиво, а дальше просто грохает ногами. Никакого ответа. Тогда пытается отворить окна или покричать, или уж того. Но стрельчатые замковые окна имеют сплошные рамы и никак не открываются. Хачатурян начинает бегать на своих коротких ножках по залу и материться с возрастающим напором. И к четырем часам всякое терпение его иссякает, и он решает для себя. Все, вот ровно в четыре, а там будь что будет, да порвались они все. А на подиуме меж окон стоит какая-то коллекционная ваза мавританская древность. Красивые формы и изрядные, однако, емкости. И эта ваза все более завладевает его мыслями. И в четыре он, мелко подпрыгивая и отдуваясь, с мстительным облегчением писает в эту вазу и думает, что жизнь не так уж плоха. Замок, вино, павлин и высота у вазы удобная. А часы бьют четыре раза и с последним ударом врубается из скрытых динамиков с оглушительным звоном «Танец с саблями!» Дверь с громом распахивается и влетает верхом на швабре совершенно голой дали моша над головой саблей. Он горцует голый на швабре через весь зал моша своей саблей к противоположным дверям. Они впускают его и захлопываются. И мозга обрывается. Входит церемонимейстер и объявляет, что аудиенция дана. И приглашает к выходу. Остолбеневший Хачатурян судорожно приводит себя в порядок, справляясь с забрызганными брюками. На крыльце ему почтительно вручают роскошной голландской печати с золотым обрезом альбом Дали с трогательной надписью хозяина в память об этой незабываемой встрече. Сажают в автомобиль и доставляют в отель. По дороге Хачатурян пришел в себя и хотел выкинуть к черту этот поганый альбом, но подумал и не стал выкидывать. А там его ждут и наперебой расспрашивают, как прошла встреча двух гигантов и он им что-то такое плетет о разговорах про искусство, стараясь быть немногословным и не завраться. В тот же день полное изложение события появляется в вечерних газетах, причем Дали в простительных тонах отзывается об обыкновении гостя из Дикой России использовать в качестве ночных горшков коллекционные вазы стоимостью в 100 тысяч долларов и возрастом 600 лет. Так или иначе, но больше Хачатурян в Испанию не ездил.